Дорогие коллеги, добрый день! Здравствуйте! Всех приветствую в городе Санкт-Петербурге в этот солнечный апрельский день. Рада всех приветствовать на нашем мастер-классе, который называется Особенности хирургического лечения доброкачественного образования полости носа и около носовых пазух с локализацией в трупно-доступных анатомических областях. Меня зовут Ксения Игоревна Сапова, я являюсь научным сотрудником научно-исследовательского отдела патологии верхних дыхательных путей, занимаюсь предметной хирургией доброкачественных новообразований, хронических воспалительных процессов полости носа. И сегодня бы хотела вам предоставить наш материал, опыт лечения пациентов в условиях нашего учреждения. Вы знаете, когда я готовилась к мастер-классу, я думала, как интересно бы его провести. Просто лекция, да, всегда полезно, познавательно, поучительно, но тем не менее, аудитория у нас достаточно молодая, и мне бы хотелось получить небольшой фидбэк от всех коллег. Мы бы совместно с вами обсуждали бы какие-то случаи, я бы задавала вам вопросы, вы бы, может быть, сразу мне, для того, чтобы у нас получилась интересная дискуссия. Ну, давайте начнем. Если мы говорим о новообразованиях, естественно, всегда мы руководствуемся согласительным документом, который был разработан еще в 2010 году. Новообразований великое множество, на каждом из них мы не будем останавливаться, но тем не менее, некоторые из них достаточно широко встречаются. В частности, это юношеская ангиофиброма основания черепа, в частности, инвертированная папиллома, остома. Мой коллега Станислав Сергеевич сегодня будет останавливаться на сосудистых новообразованиях. В моей лекции будут тоже достаточно редкие патологии. Всегда, когда мы говорим о хирургии, естественно, нельзя представить ни одно оперативное вмешательство без использования данного инструментария. Без этого идти в операционную нельзя никак. Поэтому вы обязательно должны иметь в своем арсенале шейвер, синусбор, высокомощные микроматолы, микропилы, дерматомы. Естественно, зачастую все операции, особенно сложные, повторные операции, выполняются с использованием навигационного оборудования. И это очень важно работать в команде. Я очень рада, что я работаю с таким коллегой, как Станислав Сергеевич, потому что мы друг другу полностью доверяем. Я уверена в нем на миллион процентов в хирургическом плане. И это очень здорово, когда вы идете в операционную, рука об руку с тем коллегой, который с вами дышит одним воздухом, разговаривает на одном языке. В частности, представлено, как мы с Станиславом Сергеевичем оперируем новообразование, инвертированное по пилому в лобной пазухе и с использованием навигационного оборудования. Я долго думала, как сконструировать тот же доклад, останавливаться предметно на новообразованиях или же делать акцент по патологиям конкретным. Решила по локализациям. Начинаем мы с верхней челюстной пазухи. И, как мы видим, здесь есть небольшое новообразование. Оно расположено в области правой верхней челюстной пазухи. Ну, казалось бы, новообразование, новообразование. В анамнезе мы знаем, что пациента уже оперировали неоднократно, в частности эндоскопического эндоназального доступа. Это инвертированная по пилому, всеми известная. Мною активно разрабатывались различные варианты лечения. Диссертация была защищена по этому вопросу. Почему я захотела именно данный слайд указать? Да потому что здесь именно зона роста расположена в проекции канала подглазничного нерва. И очень важно, когда мы говорим о хирургии, принимать решение о доступе, учитывая именно зону роста. Почему? Потому что если мы зону роста полностью новообразования не выделим и не проведем тщательную депитализацию данной анатомической области, к сожалению, риск продолженного опухолевого роста крайне-крайне велик. Вы знаете, не знаю, почему у нас небольшая такая идет техническая заминочка. У меня все быстренько здесь. Может быть, немножко будет у вас отставать. Но тем не менее, еще раз, правая верхнечелюстная пазуха, новообразование, распространяющееся только в полости пазухи и немножко через соусти уже проступает в область среднего носового хода. И на данном слайде очень хорошо введен патогномоничный признак конвалютийцеребреформпаттерн и, в частности, место прикрепления новообразования по каналу подглазничного нерва. Для удаления данного новообразования нами был использован инфратурбинальный доступ, прилакримальный доступ, который был разработан в 2013 году, Бингом Жу, описан, часто очень мы им пользуемся. И здесь сейчас будет представлено видео удаление данного новообразования. Что мы видим? Фрагменты новообразования в среднем носовом ходе. Производится инфильтрация средней носовой раковины, обязательно инфильтрация нижней носовой раковины. Затем производится ее медиализация, раковина давливается вверх. С помощью вы можете использовать скальпель, можно использовать радиоволновой нож, монополярный коагулятор, иголчатый, колорадо-нидл, все что угодно для того, чтобы вам выкроить лоскут и отвести, соответственно, нижнюю носовую раковину медиально, для того, чтобы осуществить доступ в пазуху. С помощью алмазного бора... Не знаю, почему у нас тут так зависает. С помощью алмазного бора осуществляется доступ в пазуху и происходит удаление новообразования. Я тогда специально, чтобы аудитории было видно, сейчас остановлюсь конкретно на зоне роста новообразования. Данная область всегда достаточно активно кровоснабжается, она очень активно воскулиризирована, потому что это место роста новообразования. Выполнена коагуляция данных анатомических областей и, соответственно, новообразование удаляется. После этого производится деэпитализация данной анатомической области и операция заканчивается фиксированием нижней носовой раковины в исходное положение с помощью шовного материала викрил. Здесь представлена компьютерная томография. На следующем слайде данного пациента через 6 месяцев после оперативного вмешательства мы видим, что признаков продолженного опухолевого роста нет, канал подглазничного нерва абсолютно интактен, соответственно, всё достаточно благополучно. Всем пациентам с инвертированной папилломой в послеоперационном периоде мы обязательно выполняем именно магнитно-резонансную томографию, потому что только данный вид лучевой диагностики может гарантированно нам сказать о наличии продолженного роста на компьютерной томографии. Мы не всегда можем это хорошо визуализировать. По МРТ мы также видим то, что признаков продолженного роста новообразования нет. Следующий слайд без видео, поэтому сейчас он загрузится будет проще. Здесь мы видим новообразование в верхней челюстной пазухе, в частности, остеома. Не так часто встречается данная патология верхней челюстной пазухи, но тем не менее в условиях института мы уже достаточно значимое количество пациентов прооперировали с такой патологией. Что мы видим? Первичная пациентка была уже оперирована, из наружного доступа была выполнена классическая гайморатомия, удалена нижняя носовая раковина, удалена медиальная стенка верхней челюстной пазухи, но все равно фрагменты новообразования есть. Ну и, соответственно, какой же доступ выбрать? Окей, прелокремальный доступ, мы также решаем через него идти, ибо потому что есть те крупные фрагменты новообразования по передней стенке, которые нам, к сожалению, не всегда удается убрать через средний носовой ход, потому что настолько изогнутых дрелей, к сожалению, в нашем арсенале нет. Поэтому операция выполняется тоже из прелокремального доступа, и на данном слайде представлены результаты уже послеоперационной данной пациентки, никаких фрагментов новообразования нет, мы видим хорошую воздушную полость, да, к сожалению, вследствие первичной операции, можно сказать, калечащей, произошла резекция нижней носовой раковины, но тем не менее опухолевый процесс был побежден. Если мы говорим о данном новообразовании, это тоже инвертированная папиллома, тоже верхнечелюстная пазуха, тоже продолженный рост, к сожалению, потому что также первично пациент был оперирован из стандартной микрогайморотомии. Тем не менее, вот она, зона роста, очень характерна она видна по результатам компьютерной томографии, и, к сожалению, не всегда удается классно выйти на эту область через средний носовой ход. Да, она видна, но тем не менее, либо приходится очень выраженно производить резекцию медиальной стенки для того, чтобы туда добраться, и все равно ты работаешь под углом. Всегда нам удобнее работать прямой оптикой, прямым оборудованием, поэтому сейчас МРТ вот этого пациента, но я думаю, мы тоже его перелеснем, и мы зачастую используем, нами разработанный инфратурбинальный доступ, который данному пациенту также был выполнен. В частности, производится инфильтрационная анестезия в нижнем носовом ходе, выкраивается и оттепаровывается мукопериостальный лоскут, предварительно перед этим сделав разрез слизистой оболочки, и мы формируем костный лоскут с помощью боров, алмазных боров. Если нет бора, можно, в принципе, это сделать даже до лото, можно это сделать с помощью острого конца распатера фрейра. После этого осуществляется формирование костного лоскута, мы осуществляем доступ в пазуху, мы заходим туда с помощью оптики 0 градусов, соответственно, пазуха, мы можем полностью ее, произвести ее полную ревизию, полную оценку, затем мы заходим обязательно в пазуху и видим переднюю стенку, для этого мы используем эндоскоп 45-70 градусов, после этого происходит репозиция костного лоскута в исходное состояние и репозиция мукопериостального лоскута. Операцию, наверное, сложно мне будет вам показать, тем не менее, я покажу вам результаты магнитно-резонансной томографии данного пациента уже в послеоперационном периоде, прошло больше года у этого пациента. Что мы видим? Что тоже пазуха абсолютно воздушная, никаких признаков продолженного опухолевого роста нет, незначительный какой-то кистозно-полипозный процесс, который пациента никоим образом не беспокоит. Наблюдаемый в динамике все равно таких пациентов в течение 36 месяцев. При невозможности назначения МРТ мы всем назначаем компьютерную томографию, ну и, соответственно, пациентов этих отслеживаем. Данный пациент, здесь достаточно крупное новообразование, почему я опять-таки решила его ввести в эту группу пациентов, это инвертированная папиллома, продолженный опухолевый рост, но что интересно у данного пациента, у него были вовлечены слезные пути. И, естественно, когда мы говорим о хирургии, мы должны учитывать все особенности, в частности, здесь мы видим, что новообразование уже распространялось в слезные пути, нисходящий отдел слезных путей был поражен, вовлечен в опухолевый процесс. И, естественно, было одно из жалоб и одно из симптомов у данного пациента, это было именно хронический докриоцистит, эпифора. И нами было принято решение также сразу провести, можно сказать, ему докриоцистеринстомию, если у меня здесь получится, именно фрагмент видео конкретно, когда мы занимаемся слезными путями. То есть происходит отсепоровка с латеральной стенки полости носа, мукопериостального лоскута, с помощью алмазного бора происходит удаление части слезной кости. И сейчас мы будем видеть, что опухолевый процесс распространяется, здесь хорошо видно, распространяется на слезные пути. И очень важно здесь произвести одно ключевое движение, это острым инструментом, именно острым инструментом произвести диссекцию. И вот, соответственно, застойное содержимое слезного мешка начинает поступать в рану, ну и после этого уже происходит удаление новообразования и прочее. Также это компьютерная томография, сейчас будет пациента. Мы его долго, очень долго наблюдали, видим выраженный остеид после операции, но признаков продолженного роста опухоли нет. И самое главное, жалобы на эпифору тоже у него прекратились. Мы не проводим стентирование слезных путей после операции. Естественно, все пациенты с жалобами на слезотечение перед операцией осматриваются врачом-офтальмологом, происходит их прием, консультация, заключение. Иногда мы оперируем совместно, но зачастую в этом необходимости такой нет. Переходим к патологии, которая локализована в клиновидной пазухе. Все мы видим, что здесь у нас такая ситуация, которая называется фиброзная дисплазия. Да, в общем и целом, видим не такое крупное большое новообразование. И слава богу, когда мы говорим о фиброзной дисплазии, мы можем увидеть, что все-таки какие-то границы есть. Не задеты структуры внутренней сонной артерии, канал зрительного нерва здесь не вовлечен в процесс, но тем не менее новообразование определяется. Наблюдать за данным новообразованием мы уже не видели смысла, потому что у пациента были выражены головные боли. И была выполнена операция по удалению фиброзной дисплазии клиновидной пазухи слева. Осуществлен доступ в пазуху. Вот мы видим расширенное соустис клиновидной пазухой слева. Мы видим фрагменты новообразования. С помощью алмазного бора мы абсолютно смело можем всегда смещаться медиально. Мы не боимся травмировать какие-то серьезные структуры. Поэтому бором мы удаляем задние отделы перегородки, расширяем соусте в сторону противоположной стороны. И после этого мы удаляем фрагменты новообразования. Фиброзная дисплазия очень мягкая. По сравнению со стомой, по ней бор, можно сказать, прямо-таки скользит, как нож по маслу. То есть она очень легко и мягко спиливается аккуратно. И, соответственно, достаточно легко выделить ее все границы. Потому что она совсем по-другому прилежит к костным стенкам. Здесь мы видим послеоперационную полость, что пазуха абсолютно чистая. Фрагментов новообразования нет. Признаков назальной ликвареи нет. Структуры клиновидной пазухи, такие как оптокаротидный карман, все в целостности. Операция заканчивается. И здесь сейчас будет представлена компьютерная томография пациента. Через один месяц после оперативного вмешательства мы видим свободный, хороший доступ. Полость клиновидной пазухи, незначительный отек, который сохраняется. Но, тем не менее, новообразование удалено полностью. Катамность данного пациента составляет около двух лет. Неоднократно он к нам приходил. Все благополучно. Продолженного роста фиброзной дисплазии было не отмечено. Хотя, к сожалению, данные новообразования имеют тенденцию к продолженному росту. И я хотела показать еще эндоскопическую картинку данного пациента. В частности, левая половина полости носа. Сейчас загрузится у нас. Мы видим, что пазуха абсолютно свободная, произошла уже хорошая эпитализация. И, соответственно, жалобы у пациента регрессировали. Вот такая интересная пациентка. Это тоже, казалось бы, новообразование клиновидной пазухи, клиновидной кости. Первично она была оперирована по поводу фронтита. Ее, в общем и целом, сейчас беспокоили уже другие совсем составляющие. Но вот такая картина у нас в пазухе. Всегда, когда мы видим такие новообразования, которые находятся в центральных отделах клиновидной пазухи, мы обязательно должны понимать, что, к сожалению, данное новообразование может быть сопряжено с назальной ликварией. Поэтому, если вы идете на операцию, где не исключен факт, обязательно либо вы должны это делать совместно с врачом-нейрохирургом, быть оснащены полностью всем оборудованием, владеть навыками и умениями для пластики назальной ликварией. Вот мы видим, что уже новообразование удалено, и достаточно большой отдел в центральных отделах клиновидной пазухи в задних отделах у нас есть. Соответственно, происходит монополярная коагуляция данной области, и выполнена была здесь установка костных фрагментов, взятых из перегородки с целью многослойной пластики. И после этого был уложен мукопериостальный лоскут. Так, и сейчас загрузится эндоскопическая картина, эндоскопия данной пациентки через, наверное, месяцев 5-6 после операции. Мы видим полную эпитализацию данной области, никаких признаков назальной ликварией нет, клиновидная пазуха абсолютно свободная. Пациентка, конечно, продолжает длить дальнейшее наблюдение обязательно, контроль артериального давления. Данное новообразование всеми известно. Мы, к сожалению, сейчас в силу эпидемиологических соображений не можем данных пациентов курировать, но тем не менее в условиях нашей клиники ранее были оперированы такие пациенты с юношескими ангиофибромами основания черепа. В частности, мы видим, что это пациент с продолженным ростом. Новообразование не такое крупное, но тем не менее. Мы видим, что оно расположено в самом-самом неудачном месте. В частности, это крылонебная подвисочная ямка. Однозначно мы понимаем, что здесь есть артерия коммуникант, которая будет кровоснабжать данную опухоль. То есть это артерия из видеоканала, это веточка внутренней сонной артерии. Данному пациенту обязательно выполняется всегда магнитно-резонансная томография, обязательно с внедением контрастного препарата, чтобы понимать объем кровоснабжения данного новообразования. Ввиду того, что пациент был первично уже оперирован, и здесь эмболизации невозможно было провести, тем не менее, все равно операция была выполнена, хотя зачастую перед операцией по удалению ангиофибром назначается эндоваскулярная эмболизация. Эндоскопическая картина новообразования, вы видите, как она выглядит. И здесь я хотела на следующем слайде показать именно видео после удаления уже данной области. Мы видим изъезженную кость с сосудами, мы видим, что новообразование полностью удалено, уложен гемостатический материал в проекции, зоны опухоли и магнитно-резонансная томография данного пациента через 6 месяцев. Всех пациентов с юношескими ангиофибромами мы наблюдаем долго, минимум 5 лет. К сожалению, даже был случай, когда у пациента произошел рецидив новообразования спустя 7 лет с момента операции, поэтому юношеская ангиофиброма достаточно коварна, требует очень внимательного, ответственного лечения как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. Переходим к патологии лобной пазухи. Естественно, если мы говорим о труднодоступных локализациях, нельзя не уделить внимания, нельзя не остановиться на лобной пазухе, потому что лобная пазуха это считается самой сложной анатомической зоной при хирургии синоназальной области. В частности, что мы видим? Опять-таки инвертированная папиллома, красивая опухоль, которая находится в лобном кармане. И в частности, здесь, вот на этом слайде, очень красиво и понятно видно, что зона роста локализована в самом узком месте, не просто в лобном кармане и в выходе в лобную пазуху, а конкретно в фиссуре супраорбиталис. Это такая щель, которая находится между глазницей и, соответственно, лобным карманом. Если ее полноценно качественно не отработать, то риск продолженного роста новообразования гарантирован. Так, ну, я попробую здесь сейчас просто запустить момент с удалением именно из... Потому что видео задерживается, у нас не совсем аккуратно происходит трансляция. Тем не менее, пусть будет здесь, значит, осуществляется доступ в лобную пазуху. Для этого используется... Мы переключились на эндоскоп 45. Видим, что у нас аспиратор... Ну, я не думаю, что... Вот, сейчас я конкретно остановлю видео на том, где у меня будет фиссура супраорбиталис. То есть вот мы видим фрагменты новообразования, которые конкретно находятся в данном узком анатомическом регионе. И очень важно удалить фрагмент новообразования и провести также тщательную депилитализацию. То есть потом с помощью изогнутого алмазного боря мы убираем костные структуры. Степень удаления костных структур всегда варьируется. То есть нет конкретного регламента. Надо 1 мм, 5 мм убрать для того, чтобы не было продолженного роста. Но тем не менее, сколько вам позволяет данный пациент, какая есть возможность у него по костным стенкам удалять, столько и нужно спиливать. И после этого, соответственно, уже мы осматриваем всю остальную полость лобной пазухи. В латеральных отделах там будет мукацели, ревизия. Ну и вот так выглядит компьютерная томография данного пациента через 2 года с момента оперативного вмешательства. То есть мы видим широко вскрыт лобный карман, сглажена практически фиссура супраорбиталис, никаких, естественно, признаков ни воспалительного процесса, ни продолженного роста новообразования нет. И, соответственно, данному пациенту мы не можем выполнять, к сожалению, МРТ, ввиду того, что у него после первичной операции была установлена вот такая металлическая конструкция на передней стенке, и нет заключения, нет описания, что это за конструкция. Тем самым мы выполняем данному пациенту только компьютерную томографию в послеоперационном периоде. Остеомы лобной пазухи. Да, это отдельная история, отдельные операции, их достаточно много, они достаточно сложные. И всегда, когда мы говорим об остеомах, надо рассчитывать, что операция будет небыстрая, потому что остеома – это опухоль достаточно плотная, пилится она долго, пилится она тяжело. Но всегда, когда мы идем на хирургию лобной пазухи, мы обязательно должны понимать, есть ли риск рубцевания. Потому что остеома – это то новообразование, которое, если полностью его удалить, оно маловероятно, что регрессирует, то есть будет его повторный эпизод. Но, тем не менее, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тем, что даже после классно выполненных операций есть риск рубцевания с аусти с лобной пазухой, поэтому это надо учитывать. Так, ну здесь я не буду показывать долго. Если мы говорим еще об остеомах, к сожалению, бывают вот такие ситуации, когда в общем и целом, если честно, пациента ничего по большому счету не беспокоило. Но, тем не менее, мы видим, что новообразование распространяется уже в область арабиты. И пациент к нам был направлен врачами-офтальмологами, потому что он жаловался на снижение зрения на правый глаз. Ну и, естественно, при проведении компьютерной томографии увидели такую картину, и однозначно он был направлен на лечение к нам, к лор-врачам. Опухоль крупная, но мы видим ее главный плюс – она губчатая, она достаточно мягкая, поэтому, в принципе, удалить ее представляется возможным. Мы решили, учитывая все особенности данного пациента, в частности, распространение новообразования не сильно в латеральный отдел лобной пазухи, то есть она у него по большому счету, да, глубокая, но досягаемая, так скажем, не прибегать к наружным доступам, а исключительно использовать эндоназальный, эндоскопический доступ. Операция была достаточно длительная, естественно, видео все не покажет. Вот, здесь с помощью алмазного бора мы удаляем фрагментного образования, которое видим в области решетчатого лабиринта. И никогда остеомы невозможно удалить целиком, только если это маленькие остеомы, такая, конечно, это нереально. Естественно, происходит фрагментация опухоли. Здесь, в частности, мы видим, что удаляется фрагментного образования, распространяющегося в орбиту. Чем еще хороша остеома? Мы видим четко ее контуры, мы четко понимаем ее границы. То есть, если убрали все, значит, дальше никаких показаний для ревизии той области нет. Происходит уже доступ в лобную пазуху и удаляем все фрагменты новообразования, которые распространяются в лобную пазуху. Долго, медленно, потихонечку. Когда мы шли на данного пациента, естественно, мы оценивали расположение опухоли относительно передней решетчатой артерии. На данном видео она, в принципе, видна. Вот она, передняя решетчатая артерия. И фрагмент за фрагментом, элемент за элементом мы удаляем части опухоли. У данного образования все удаляется. Оно крупное, операция длительная. И в самом конце операции, опять-таки с целью предотвращения рубцевания, нами было решено уложить лоскут в проекции Саусе данной пазухой. Зачастую мы лоскуты готовим перед доступом, но в данном случае был выкроен лоскут с перегородки носа и уложен на заднюю стенку. Если мы говорим о предпочтительных стенках, куда укладывать, конечно, всегда лучше говорить о передней стенке лобной пазухи, потому что именно от нее формируется наостеогенез. Но, тем не менее, здесь был уложен вот так лоскут. И компьютерная томография сейчас будет данного пациента через месяцев 8 после операции, по-моему, он к нам пришел. Молодой парень питерский. Да, видим, что резицирована средняя носовая раковина, глаз, глаз, никаких фрагментов, фрагментов новообразования нет, полость лобной пазухи абсолютно свободная, соусти функционирует. Вот лоскут, который мы укладывали здесь, он был виден. Виден даже был канал передней решетчатой артерии, сохраненный. Тем самым, в общем и целом, пациента по большому счету наблюдать нет необходимости. Опять-таки, если мы говорим о новообразованиях остеомы, ну, казалось бы, небольшая остеома, ничего сложного, но тем не менее, вот она, передняя решетчатая артерия, и очень важно провести ее тщательный анализ, потому что, не дай бог, произойдет распространение или вовлечение структурного образования на канал передней решетчатой артерии, естественно, тогда без помощи офтальмологов или без наружного доступа, когда происходит клипирование передней решетчатой артерии, данное новообразование не представляется возможным удалить, хотя по факту оно не такое большое и крупное. Но, тем не менее, здесь мы видим, что передняя решетчатая артерия не вовлечена в процесс, признаков деструкции тоже новообразования мы не видим. Да, новообразование крепится к крыше. И сейчас я вам покажу компьютерную томографию. она была выполнена достаточно в раннем послеоперационном периоде. Пациентка еще продолжает у нас наблюдение. В частности, на этих слайдах я специально хотела остановить. Мы видим, что признаков назальной ликварии нет, признаков деструкции основания черепа нет, и все новообразование тоже полностью удалено. Так, если мы говорим еще... Ну вот, пусть будет... Да, новообразование. Чем оно особенно? Что, с другой стороны, лобной пазухи нет. Поэтому доступ мы использовали для данной пациентки трансназальный. Интересный такой нестандартный классический доступ. Поэтому происходит инфильтрация средней носовой раковины, происходит инфильтрация перегородки носа для того, чтобы нам выделить лоскут. Вот, это операция, которую зачастую мы выполняем таким ее путем. И, соответственно, с помощью распатора происходит отипоровка лоскута с крыши полости носа. Наподобие драфт-3 мы должны найти первые обонятельные волокна, и осуществляется доступ к пазуху. С помощью алмазной дрели мы трансназально выходим на новое образование. Вот оно, новое образование. Видим, что в латеральных отделах пазуха свободна. И с помощью алмазного бора мы начинаем ее также высверливать из пазухи. Все хорошо в плане остом, кроме того, когда они начинают быть подвижны. Тогда уже надо работать более аккуратно, надо работать более детально. К сожалению, бывает так, что лобная пазуха достаточно большая, а фрагментного образования остался очень маленький. И бывает так, что он ускользает куда-нибудь в латеральное отдело, и очень сложно найти. Поэтому медленно, постепенно, аккуратно, уровень за уровнем, мы ее стараемся спиливать. Остома, доброкачественная опухоль, гистологическое исследование мы, конечно, всегда выполняем, но тем не менее мы знаем, что малигнизация у данной опухоли не отмечена. Устанавливается лоскут, который мы выкроили, и операция заканчивается. Если мы говорим о лоскутах, вот, в частности, рыбцовая деформация соусти лобной пазухи произошла после вот такой операции. Ну, казалось бы, небольшая остома, хорошая лобная пазуха. Все должно быть легко и просто. И после операции мы получили вот такое большое соусти без признаков остеомы. Все здорово. Но спустя полгода пациентка к нам пришла с жалобами на головные боли. При компьютерной томографии мы уже видим, что у нее сформировалась мукоцели вследствие рубца в области соусти. И нами было выполнено решение провести ревизию данной пациентки. Здесь видеооперация. Какие сложности. Подводя заключение, наверное, своему докладу, я хотела бы сказать, что, к сожалению, не все новообразования нам так легко и просто удается убирать. К сожалению, бывают те новообразования, которые распространяются в лобную пазуху и уже вовлекают структуры орбиты, структуры мягких тканей лица. И тогда без помощи челюстно-лицевых хирургов, без помощи онкологов данные новообразования удалить невозможно. Да, это труднодоступные области, но здесь есть смысл работать только вместе с челюстно-лицевыми хирургами, офтальмологами, потому что, к сожалению, лор-врач не всегда в компетенции полностью удалить такое новообразование из тех доступов, которыми мы владеем. Данный пациент, это пациент с инвертированной папилломой, но, к сожалению, которая малигнизировала. Вот такая у нас получилась операция совместно с челюстно-лицевыми хирургами. Чем еще примечателен данный пациент? Мы очень боролись за его правый глаз и болевый. У него слепой изначально, до рождения. Поэтому было очень важно сохранить ему максимальную структуру глаза, потому что для него это было жизненно необходимо. В конце своего доклада я хотела бы благодарить моих учителей. Я очень рада с ними работать. Аркадий Николаевич, Алексей Владимирович Воронов. Мы рады всех приветствовать на этом форуме. Ура! Спасибо. Так, Станислав Сергеевич. Я передаю слово своему коллеге Станиславу Сергеевичу Гайдакову. Он сейчас расскажет немного о новообразованиях сосудистых. Сложно, редко. Так, чего? Я все? Убираю? Ну да, компьютер забирайте. Компьютер забирайте, хорошо. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, мой, наверное, будет доклад немножко в дополнение к Сине Игорьевне. То есть она очень подробно рассказала об основных новообразованиях, с которыми мы сталкиваемся, доброкачественных. Это вот инвертированная папиллома, стеома. Я, наверное, немножко расскажу о более редких новообразованиях, но которые тоже встречаются в нашей практике и тоже нуждаются в диагностике и в каком-то хирургическом лечении. В частности, Ксения Игоревна уже сказала, что я расскажу о сосудистых новообразованиях. В частности, сейчас там починят. Починят. Спасибо большое. Вот о таком новообразовании, как гемангиома. Это одно из видов сосудистых новообразований полости носа и пазух. Встречается не так часто. Все же чаще гемангиомы встречаются в области кожи, головы и шеи, но также они бывают осиноназальной локализацией. По морфологии, в принципиальных, можно две группы разделить. Капиллярные и кавернозные. При этом капиллярные гемангиомы, они чаще встречаются, локализуются в перегородке носа, а кавернозные в латеральных отделах полости носа, в частности, в латеральной стенке полости носа, нижних и средних носовых раковинах. Ну и бывает, что распространяются из пазух верхнечелюстных или решетчатого лабиринта. Нам более интересны именно локализации на латеральной стенке полости носа, потому что они более, скажем так, трудны для хирургического лечения. Ну и при диагностике данных новообразования, мы, как и все, используем стандартные методы, методы лучевых исследований, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Здесь стоит отметить, что при сосудистых новообразованиях или при подозрении на сосудистые новообразования обязательно необходимо делать КТ или МРТ исследования с внутривенным контрастированием. Также обязательно выполняется перед операцией эндовидиоскопическое исследование. Что касается биопсии, при сосудистых новообразованиях, в частности, также при ангиофибромах, вот Ксения Игоревна о них говорила там вскользь, и также при гемангиомах нежелательно брать биопсию без острой необходимости. Биопсию необходимо брать только если мы подозреваем какие-то злокачественные новообразования для дифференциальной диагностики. Но если мы решили брать биопсию, то это обязательно нужно делать в стационаре с готовностью к большой кровопотере и возможностью оказать пациенту неотложную помощь, остановить кровотечение. Ну, дифференциальная диагностика данных новообразований проводится всеми новообразованиями, о которых рассказывала Ксения Игоревна. Ну, плюсы, да, мукацели, потому что часто по данным лучевых методов исследования гемангиома может чем-то напоминать мукацели. Ну, и также со злокачественными новообразованиями, синоназальной локализацией, что тоже немаловажно. А, не работает, да, это? Ну, да. Ну, вот, что касается компьютерной томографии пазух носа. Здесь мы видим, да, у пациентки достаточно большое новообразование, да, которое распространяется в орбиту, да, в правой, в левой половине носа и затенением лобной пазухи. Там, щелкните, пожалуйста. Вот. Вы выполнили, да, компьютерную томографию с контрастированием, да, то есть образование накапливает контраст, ну, поэтому мы заподозрили, да, сосудистое новообразование. О, щелкните, пожалуйста. Что же нам с этим новообразованием делать? Понятно, что его нужно, естественно, удалять. Как мы, да, то есть при удалении любого сосудистого образования, конечно, желательно прекратить по возможности максимально кровоток в данном новообразовании. Да, то есть это либо при помощи эмболизации, либо при помощи клипирования сосудов. Ну, что касается гемангиом, здесь не так часто используется эмболизация, да, то есть эмболизация используется только вот, когда есть крупное новообразование. При небольших новообразованиях обычно мы эмболизацию не используем, по возможности клипируем сосуды. Вот данные... А верните обратно, пожалуйста. Вот. При данном новообразовании, казалось бы, новообразование большое, неплохо бы выполнить эмболизацию. Кстати, следует заметить, что пациент к нам пришел с данными гистологии. По гистологии это был полип, да, то есть по данным гистологического исследования. Вот. Ниже там будет еще МРТ данной пациентки, а по МРТ очень было похоже на мукоцели ну, вот, решетчатого лаверинта, большой, с распространением в орбиту. Так вот, в данном новообразовании, казалось бы, ну, неплохо было бы сделать эмболизацию, но, посмотрев внимательно на КТ, да, вот тут у нас стрелочками показано, да, то есть это у нас передняя решетчатая артерия, да. И что мы видим? Что, ну, даже если сравнить правый глаз и левый, да, то есть справа, ну, достаточно узкий канал, да, передней решетчатой артерии, а слева он достаточно широкий. То есть это косвенно говорит, да, о том, что, скорее всего, данное новообразование получает питание из бассейна внутренней сонной артерии, да, то есть из передней решетчатой артерии. Ну, и, соответственно, какая-либо эмболизация здесь, ну, нужного эффекта не принесет. Что делать в таких случаях? В таких случаях мы прибегаем к помощи наших коллег-офтальмологов, да, и трансорбитально, да, выполняем клипирование решетчатых артерий. Передней, средней, да, и, если она есть, и задней. Это нам помогает уменьшить кровотечение. И это как раз говорит, да, то есть о необходимости вот как-то мультидисциплинарного подхода, да, то есть к решению каких-то проблем новообразования. Можно дальше? Это второй случай, да, то есть у пациентки новообразования, да, находится в правой половине носа, да, то есть в среднем носовом ходу. Ну, можно подумать, да, по, по крайней мере, и по компьютерной томографии, что оно распространяется еще и в верхнюю челюстную пазуху. Ну, опять же, можно щелкнуть. Мы делаем компьютерную томографию с контрастом, да, и прекрасно видим, да, то есть что образование копит контраст, да, и образование, оно ограничивается только, да, то есть областью средней носовой раковины, среднего носового хода и передним отделом решетчатого лабиринта, да. В верхней челюстной пазухе, скорее всего, будет хронический воспалительный процесс, да, который связан с блоком соустия в верхней челюстной пазухе, да, данным новообразованием. Ну, это вот магнитно-резонансная томография, да, то есть это первой пациентке, да, с большим новообразованием, да, здесь мы, кстати говоря, оно в Т2 очень хорошо светится, да, иногда его можно принять за мукоцели, поэтому здесь нужно очень внимательно, да, обязательно делать исследование с контрастом. А это вот второй пациентке, тоже МРТ, тоже мы видим, да, новообразование, и видим, что в верхней челюстной пазухе, скорее всего, какой-то застойный иксудат. Можно дальше? Вот, еще раз щелкните. Ну, это эндовидеоскопическое исследование, да, это вот так выглядит гемангиома, это первой пациентки, да, то есть эндовидеоскопия, да, то есть такое достаточно яркое образование, ярко-красного цвета, бугристая, а это новообразование у второй пациентки, тоже. По внешнему виду они похожи. Можно следующий. Ну и вот хотелось бы остановиться на основных принципах хирургического лечения данных сосудистых новообразований. Ну, первое, что все-таки в данных случаях предпочтительно применение, да, функциональной эндоскопической хирургии, то есть по возможности избежать применения наружных доступов, потому что их эффективность доказана, она гораздо меньше, чем функциональная эндоскопическая хирургия. Если нет возможности выполнять хирургическое вмешательство с использованием эндоскопической техники, то лучше, ну, наверное, пациента направить туда, где это смогут сделать при помощи эндовидеоскопии, потому что здесь гораздо больше риска кровотечений и неполного удаления новообразования, поэтому, как бы, все-таки золотым стандартом удаления данных новообразований является функциональная эндоскопическая хирургия. При удалении сосудистых новообразований, да, то есть в том числе и гемангиомы, нужно помнить, что поскольку это образование сосудистое, то по возможности желательно удалять блоком, да, то есть не фрагментировать новообразование. Если мы инвертированную папилому, там, остеомы пилим, да, папилому мы можем фрагментировать, там, главное, зону роста найти, то с новообразованиями сосудистыми лучше это делать блоком, иначе есть большой риск получить массивное кровотечение. По возможности при удалении новообразования применять, ну, так называемый горячий инструмент, это минимум коагуляцию, да, можно радиоволновой нож, если есть возможность лазер, это нам очень сильно облегчит работу и уменьшит кровотечение. По возможности, опять же, да, то есть клипирование, эмболизация питающих сосудов, здесь об этом я чуть выше сказал, поэтому там, тут сильно заострять на это внимание не будем, да, если большие новообразования, их нужно эмболизировать, если мы, ну, скажем так, подозреваем, что они питаются из бассейна наружной сонной артерии, в частности, там, артерии сфенопалятина, как правило, да, то есть из нее питание осуществляется. Если же питание осуществляется из бассейна внутренней сонной артерии, то, ну, эмболизацию, наверное, большого смысла нет проводить. Ну, и также, да, при распространении, тоже нужно помнить, что при распространении опухоли в соседней анатомической области, да, то есть очень хорошо, да, то есть работать во взаимодействии со смежными специалистами, такими офтальмологи, там, нейрохирурги, да, если это распространяется в новообразование в полость, в полость черепа. Как вот было в случае с первой пациенткой, да, то есть нам офтальмологи очень помогли, да, то есть выполнить, да, то есть клипировать сосуды, да, то есть убрать новообразование с меньшей кровопотери. Ну, и всегда быть готовым к тому, что будет массивное кровотечение, да, кровопотеря, поэтому всегда нужно иметь кровь, да, и быть готовым останавливать кровотечение. Щелкните, оно запустится. Это удаление новообразования, да, как пример от пациентки второй, да, с новообразованием, расположенным в среднем носовом ходу, да, в передних отделах решетчатого наберинта. То есть для того, чтобы следовать принципы удаления блоком новообразования, нам нужно его для начала максимально мобилизировать. Чтобы это сделать, поскольку оно, как мы видели по данным компьютерной томографии, магнитно-резонансной, да, то есть оно спаяно со средней носовой раковиной. Поэтому мы, в первую очередь, мы убираем среднюю носовую раковину, да, то есть мы ее отделяем от основания. Дальше пытаемся освободить передние отделы новообразования, да, ну, минимально его, скажем так, травмируя, да, убрать остатки крючковидного отростка, переднюю стенку булы, да, то есть также мы пользуемся, вот как раз-таки лазер, да, здесь синий лазер, да, используется 445 нанометров длиной волны. Здесь нужно отметить, что не очень хорошо лазером, да, то есть вапоризировать образование внутри стромы, да, то есть вапоризируется в дистантном режиме, да, то есть только оболочка, иначе мы тоже получим кровотечение. Вот. Также мы, да, то есть при выделении латеральных отделов новообразования, да, активно используем тоже, да, биполярный коагулятор, вот лазер используем, да, видите, то есть по поверхности опухоли, да, это позволяет нам уменьшить размер опухоли, да, она немножко редуцируется и дальше становится более мобильна, нам легче ее будет потом смещать, да, то есть и также потихоньку турундами, да, то есть смещаем опухоль, стараемся максимально не повреждать строму опухоли, иначе будет кровотечение. Даже небольшие прикосновения к данным образованиям без их травмиру, они вызывают достаточно, ну, приличное кровотечение. Здесь мы вот при помощи биполярного коагулятора, да, то есть в латеральных отделах выделяли, убираем, да, передние, да, переднюю стенку решетчатой булы, да, то есть и, да, то есть которая была образованием впереди отдавлена, ну и вот попадаем в верхнечелюстную пазуху, да, там застойный секрет, то, что мы, собственно говоря, и видели по МРТ и компьютерной томографии, да, то есть сейчас мы теперь визуализировали, да, то есть верхнечелюстную пазуху нам стало легче. Дальше добираем верхние отделы, да, полностью мобилизируем верхние отделы новообразования, да, то есть чтобы опухоль была прям совсем мобильна. Ну вот теперь, да, у нас новообразование мобильно, да, мы его отодвигаем, получается, медиально к низу, да, опять же, используя турунды. Дальше у основания мы его коагулируем, видите, здесь даже мы обошлись без клипирования артерии сфенопалятина, да, то есть и при этом кровотечение, в общем-то, у нас, вот здесь полностью новообразование удалено, остался задний конец средней носовой раковины, ну, мы сейчас это коагулируем, тоже его уберем в итоге. Вот, то есть широко раскрыта верхнечелюстная пазуха, да, то есть вот полость послеоперационная, да, и новообразование мы блоком убрали вместе со средней носовой раковиной. Ну, кровопотеря здесь не очень большая была, там порядка, ну, больше 200 миллилитров. Стоит отметить, что в данном случае, да, хоть образование было небольшое, здесь было бы очень неплохо клипировать артерию сфенопалятина, но, к сожалению, локализация данного новообразования нам бы этого сделать не позволила, потому что оно распространялось, да, в просвет пазухи верхнечелюстной, и выйти бы нетравмируя новообразование на артерию сфенопалятина, нам бы вряд ли бы удалось. Поэтому вот выбрали такую тактику, ну, в общем-то, не прогадали. То есть кровотечения большого не было, да, то есть новообразование убрали. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Ну, я буквально два слова, там времени уже немного, скажу о гомортомах, достаточно интересные новообразования, да, это изембриопластические новообразования, да, то есть которые, ну, иногда встречаются. Чаще они, наверное, у детей встречаются, потому что считается, что это вырожденное новообразование. Ну, есть, ну, бывает и у взрослых людей. Можно следующий слайд? Вот компьютерная томография пациента с гомортомой, да, то есть на КТ она выглядит как неоднородное, да, то есть образование с неоднородными включениями, да, то есть это вот те зачатки ткани, которые мы там, хрящевой, жировой ткани, да, внутри образования. Вот мы видим, можно? Здесь, да, то есть очень интересные компьютерные томографии, да, то есть немножко такой череп, да, интересный. Это на самом деле гомортома у ребенка трех месяцев. Это вот у нас был такой опыт достаточно давно, это вот мы с моим учителем и коллегой Аркадем Николаевичем оперировали данного ребенка, для него, кстати, тоже было. Я еще, по-моему, в аспирантуре учился, а Аркадий Николаевич уже опытный был доктор, но опыта операции у трехмесячных детей не было. Это достаточно интересно было, хороший опыт. Вот, ну и, в принципе, спасли ребенка, потому что, ну, вот он бы с этим образованием не смог бы нормально кушать и дышать. Вот, ну, это МРТ, да, мы тоже видим, что неоднородное, да, то есть образование с неоднородными включениями. Можно нажать? Пожалуйста. Ну, вот это вот того же самого ребенка, да, магнитно-резонансная томография. Это эндоскопия, да, то есть эндовидеоскопическое исследование полости носа, да, то есть мы видим образование, да, но с неизмененной слизистой новообразованием. Это вот у пациента, да, которое было в кленовидной пазухе, да, с распространением в перегородку носа. Можно дальше. Вот. Выбран был трансцептуальный доступ к кленовидной пазухе для удаления данного новообразования. Ну, вот мы как бы зашли в полости, да, то есть кленовидной пазухе. Здесь вот, как мы видим, да, то есть образование из фрагментов стоит. Здесь стоит отметить, что достаточно сильное было кровотечение, поэтому при интероперационной решили клипировать, да, правую, точнее левую артерию сфенопалятина, да, здесь вот осуществляется доступ, кстати говоря, да, то есть вот можно увидеть, да, то так же можно делать и при гемангиомах, если нам локализация новообразования позволяет выйти, да, то есть на кленовидную артерию, то есть выделяется артерия, да, то есть дальше она там, да, когулируется и ставится клипса. Да, сейчас на видео это будет видно, да, потому что основная все-таки часть опухоли, она хотя бы что-то по центру полностью кленовидную пазуху занимала, но питание она получала больше с правой, с левой стороны. Вот, ну вот здесь мы видим, да, то есть клипированная артерия, да, и дальше, да, то есть выкраивается лоскут с перегородки носа, да, заходится в перегородку носа, там где-то новообразование, да, то есть, ну и там новообразование удаляется. Ну да, и как мы видим, да, после клипирования криловидной нёмной артерии, да, то есть интенсивность кровотечения значительно уменьшилась, да, то есть работать стало гораздо легче. Вот, да, то есть клипированная артерия, да, то есть она прогулируется, да, и пересекается. Вот, ну и вот удаление. А, ну вот это вот буквально кусочек, да, это вот операция у ребёнка трёх месяцев. Вот, всё очень маленькое, нам пришлось даже делать сублебиальный доступ, да, для того, чтобы зайти в полость носа, потому что ноздри очень маленькие. Ну и вот всё такое миниатюрное, да, то есть практически всё образование, да, вся эта гомортома была удалена шейвером, потому что там особо, ну, инструментами сильно не поработаешь. Вот. Ну вот это эндовидеоскопическое исследование пациента после удаления гомортома к клиновидной пазухи. Это первые сутки, да, то есть полость к клиновидной пазухи выслана гемостатическим материалом, в частности, с Эджиселем. Вот. Щёлкните, пожалуйста. И это уже через три недели, да, полностью открыта к клиновидная пазуха, фрагментов новообразования нет. Ну, в общем-то, всё хорошо. Ну и раскрытая верхочелюстная пазуха. Ну, время наше вышло, поэтому задерживать больше не буду. Спасибо большое за внимание. Спасибо.